друзья всем привет сегодня мы находимся в жилом комплексе кандинский город екатеринбург это один из самых топовых жилых комплексов в нашем городе а сейчас прямо для вас я буду делать обзор самой крутой дизайнерской квартиры в двадцать третьем году интересно тогда палец вверх подписывайся на канал и погнали и почему я эту квартиру назвал самой крутой дизайнерской квартиры в двадцать третьем году потому что здесь столько много фишек которые я сейчас вам покажу но главное даже не это а главное в том какая здесь заложена идея я считаю что это из основополагающих чем должен заниматься дизайнер он должен рождать новые идеи они просто тупо копировать чьи-то интерьеры перенося в новые квадратные метры чужие мысли так вот здесь все новое здесь все интересное здесь все с мыслью с идеей и это я вам постараюсь показать но а в первую очередь конечно же это фишки жилой комплекс кандинский настолько крут что у него на полу в подъездах ковровое покрытие друзья вы видите я здесь нахожусь в носках в подъезде вы можете себе это представить вот он уровень на стенах мягкие тканевые обои но наверное это не совсем ткань все-таки это что-то наподобие бумаги но тем не менее производит впечатление обитой ткани с мягкой подсветкой по низу с другой стороны это натуральный шпон да да друзья это лифт а вокруг него отделка натуральным шпоном но и конечно же прекрасное освещение это окно в лифтовом холле идея этого жилого комплекса заключалась в том что он проектировался как отель и приходя домой ты вроде бы как попадаешь в другой мир понимаете отключайтесь от своих проблем забот и чего-то там еще и расслабляетесь это же очень круто но мне кажется что это прям замечательно вот перед нами какая стала проблема в подъездах ковры как сделать нашу прихожую не менее крутой чем этот самый подъезд для этого вот что мы придумали мы нашли мозаику такую же пеструю как и ковровое покрытие и сделали ее в прихожей но переходить с мягкого покрытия на твердое тоже сразу же ощущается что вроде там мягко а тут как-то твердо получилось не очень хорошо поэтому чтобы сбить с толку смотрите какая фишка заходя сюда я сейчас специально выключил свет смотрите на пол когда мы открываем дверь загораются вот эти светильники это помните такая идея как в аватаре ходят они по этим растениям и там они разгораются ну конечно это не аватар получился но тем не менее вау эффект возникает смотрите это первая фишка пол начинает сам светиться это не единственное освещение в прихожей есть еще основное это световая полоса которая больше освещает одежду в шкафу ну и кстати говоря сам шкаф внутри тоже загорается специальными светильниками освещает то что находится на плечиках и на полочках есть еще другая линия света это так называемая галерейная подсветка которая сразу нам намекает что мы попали в некую галерею об этом позже и об идее этого интерьера также здесь есть огромное зеркало которое свет отражает плюс увеличивает пространство ну конечно вы скажете что какая это фишка давай уже по фишкам пройдемся ну давайте со светом я вам сейчас покажу следующую интересную историю это гостевой санузел и здесь внутри него сделана очень интересная подсветка которую я вам покажу заходим внутрь допустим я гость пришел в гости и хочу воспользоваться этим помещением мне нужно нажать на кнопочку чтобы зажечь свет я это и делаю и смотрите что происходит у нас не просто загорается свет а свет начинает подниматься от низа к верху может кто-то скажет что это вознесение или может быть эта ракета взлетает но в общем эффект интересный получается когда разгоняется вот эти световые полосы а также загорается сама раковина в принципе можно было бы ограничиться этим освещением но нам показалось этого недостаточно и мы сделали еще одно когда у нас загорается полностью весь потолок пошли дальше по фишкам интересным в этой квартире очень много различной разнообразной подсветки благодаря этому можно создавать разные сценарии и вот а один из таких интересных решений это световая полоса она загорается по кругу и делает эту нишу немножко театральной этого мы и добивались на самом деле то есть это для нас такой некий подиум а вообще забегая вперед я могу сказать что идея этого интерьера касается диор то есть на тему диор а значит подиум и вот эта вот сцена которая у нас здесь получается с этими прекрасными картинами с этими театральными креслами она просто сама по себе требовала вот эту интересную подсветку наши заказчики большие коллекционеры и вот эти вот стеклянные кубы специально сделаны для того чтобы они могли выставить коллекцию небольших эмодзи это очень важно сгруппировать их в общую композицию но как сделать чтобы они хорошо смотрелись во первых это целая группа из 9 кубов которая издалека смотрится цельно а также интересная подсветка очень долго мы бились над тем чтобы все смотрелось лаконично и интересно и вот так вот современно но добились нужного результата и сейчас здесь можно расставлять самые ценные экспонаты даже несмотря на то что они мелкие а если вы дизайнеры то вы прекрасно знаете что очень сложно вписывать много мелких предметов в интерьер чтобы они не смотрели с каким-то мусором следующая фишка находится в душевой комнате это душевая комната при мастер-спальне и здесь один из моих любимых приемов это стеклянная стена но на самом деле она не совсем стеклянная это волшебная стена которая в один момент делается непрозрачной достаточно нажать на клавишу и воля она становится матовой за счет этого что мы получаем мы получаем большое светлое пространство сюда проникает свет а если мы принимаем душ или идем в туалет то нам достаточно нажать на кнопку и стена стала непрозрачной но в целом само пространство вот этого всего она гораздо больше воспринимается и просторней и это еще одна фишка которая создает вау эффект конечно же здесь есть умный дом который управляет светом отоплением камерами и другими прибамбасами которые сейчас в домах бизнес и премиум класса уже устанавливают по по умолчанию но мы эту систему умный дом немножечко расширили сделали ее удобнее здесь вы видите айпад которым с помощью которого можно управлять всеми функциями дома а также он устанавливается на мобильные приложения и в общем-то из любой точки квартиры даже вне квартиры где-то находясь даже за городом вы можете включить выключить свет открыть входную дверь для курьера или уборщика в общем это очень удобно и используется в современных домах следующая фишка это кухонный гарнитур которого вроде бы как бы даже и нет вот то что вы сейчас видите на своем экране это и есть кухня в этой квартире задачу мы перед собой поставили следующим образом сделать кухню чтобы она была но сделать так чтобы ее не было то есть она была бы незаметной что мы видим мы видим перед собой какой-то непонятный большой куб который непонятно то ли кухня то ли не кухня мы видим шкафы и нету никакой техники нету чайников нету кофемашин и тостеров вообще ничего нету это просто какие-то отдельно стоящие арт-объекты а так как эта квартира коллекционера то эти арт-объекты вполне оправданы но несмотря на это кухня вполне себе функциональная я сейчас покажу как она работает в этом и есть фишка во-первых когда мы хотим что-то готовить на этой кухне нам достаточно эту поверхность и сдвинуть и перед нами оказывается функциональная каменная поверхность на которой есть варочная поверхность есть мойка с поднимающимся краном все работает между прочим здесь есть даже измельчитель когда нам не нужно готовить на этой кухне мы просто задвигаем обратно эту огромную столешницу эта столешница сама по себе очень функционально она сделана из камня то есть на ней можно что-то делать не боясь ее повредить также здесь есть розетки если при закрытой кухне вы их не обнаружили то они здесь есть вот смотрите как это работает то есть достаточно нажать на эту кнопочку повернуть и передо мной две розетки пожалуйста я могу ими пользоваться вы спросите боже мой а где же хранение хранение вокруг острова с этой стороны тоже есть хранение его достаточно много выдвижные ящики для вилок ложек поварежек все что угодно есть небольшая морозильная камера но в принципе она такого же объема как в обыкновенном встроенном холодильнике если он большой дальше хранение еще хранение еще хранение хранение очень много это я для тех рассказываю кто переживает а где же я буду хранить любимые кастрюльки вот здесь друзья с обратной стороны то же самое пожалуйста посуда вы обратили внимание что с той стороны ее нет просто ящики остаются пустыми их так много что просто не люди не знают чем их заполнить вот пожалуйста еще чайные кофейные принадлежности это холодильник он небольшой но на два дня заполнить его вполне достаточно многие считают что холодильник должен быть огромным но в принципе сейчас современном мире это не обязательно когда на каждом углу магазин более того есть мобильная доставка достаточно по приложению заказать продукты тебе принесут хочешь полуфабрикаты хочешь уже готовую еду поэтому эта кухня не ресторанного типа где много готовится поэтому для домашних условиях наших заказчиков вполне достаточно ну здесь мусорное ведро и конечно посудомоечная машина есть и это еще не все друзья вы спросите где чайник и кофе машина вот в этом замечательном шкафу который выглядит тоже как интересная мебель можно даже сказать как некий арт-объект с расписными дверками они открываются и задвигаются внутрь и вот здесь вот уже внутри мы можем наполнять как угодно здесь предусмотрены розетки в них втыкается кофемашина отдельно чайник стоит и еще дополнительное оборудование можно поставить ну может быть понадобится какую-нибудь пароварку поставить или что-то еще пожалуйста это все можно сделать все предусмотрено помимо этого в этой стене у нас оставалась большая ниша которая была никак не задействована и мы придумали встроить в нее дополнительное оборудование опять же убирается дверка и здесь у нас есть духовой шкаф пожалуйста он же микроволновка и есть большой винный шкаф а сверху огромное количество хранения и это еще одна фишка нашей кухни по итогу у нас получилась кухня которая не похожа на кухню потому что здесь нету ни одного бытового прибора на виду все абсолютно все скрытой поэтому если мы хотим в этом замечательно большом пространстве устроить какую-то вечеринку нам достаточно здесь расставить какие-то закуски достать напитки и веселиться так сказать не боясь что наши гости какой-то беспорядок кухонный увидят я считаю это прям очень круто и подходит для тех кто дома не очень сильно много готовит этого вполне достаточно но при этом кухня нужно следующая фишка это то как мы поставили вот эту наикрутейшую раковину сейчас объясню в чем дело а специалисты меня поймут и кстати напишите в комментариях если кто знает как это сделано смотрите это раковина отдельно стоящие когда устанавливаются отдельно стоящие раковины за ними обычно за этими раковины идут трубы с подводкой воды и самое главное отвод воды посмотрите здесь нет ничего здесь еще чтобы далеко не отходить есть подсветка опять же никого я не удивишь но тем не менее вот такая кнопочка на зеркале включает подсветку которая освещает лицо это очень круто вы уже обратили внимание что в этой ванной комнате кроме раковины душевой унитаза с беде ничего нет но есть торшер и тумбочка красивая сразу же возникает вопрос а где все барахло которое обычно валяется в ванной целыми горами и вот это еще одна фишка фишка хранения вот всего вот этого банно-прачечного барахла рассказываю и показываю обратите внимание на эту стену здесь и прячется все хранение вся эта стена сделана из мебельных панелей панели мдф они крашены специально мы подбирали цвет краски для того чтобы все нормально смотрелось ничего не выбивалась по цвету а все коммуникации идут на этом уровне видите вот здесь вот за счет этой щели видно тут инсталляция под беды здесь инсталляция под унитаз там трубы подводки и все прочее а сверху остается свободное пространство и обычно делают знаете вот эти вот дурацкие выступы полочки или ниши какие-то в которые ставят обычно дурацкий декор я советую этого не делать а использовать это пространство для хранения и здесь у нас сделаны шкафчики с подсветкой и вот этого пространства хватает абсолютно для всех баночек скляночек фенов зубных щеток вообще всего даже для запасов туалетной бумаги чтобы здесь все скрылась там тоже открывается это очень большой объем не нужно пугаться что это не глубокой толщины то есть баночки у нас не слишком объемные поэтому видите все прекрасно влазит а самое главное что вот эта вся пестрота разноразмерная она вся спрятана в шкафу но когда необходимо мы очень быстро можем это достать за счет этого остается вот такая чистота в ванной это и есть и красота и дизайны мы можем это поддерживать с утра до вечера круглые сутки каждый день всю неделю месяц год и всегда будет красиво чистенько и радовать глаз и это и есть на самом деле фишка это удобство хранения это достаточность хранения вот она как говорится на лицо пользуйтесь дорогие мои фишка это сама закрывающиеся сама открывающиеся шторы конечно этим сейчас никого не удивишь но это безусловно очень удобно особенно в спальне когда лежа на кровати тебе не хочется вставать а надо закрыть шторы или наоборот открыть их утром поэтому нажимаешь на кнопочку или голосовой командой ты командуешь закрыться открыться штором а также работает подсветка во первых есть у изголовья кровати управление можно с телефоном открыть закрыть включить выключить любой свет это невероятно удобно вроде бы кажется мелочь но дарит нам комфорт безусловной в этом крутом доме есть приточно вытяжная вентиляция и здесь вы ее можете наблюдать но на самом деле вы ее не видите потому что она скрыта за этим коробом но вот в этом опуске потолка вот накручено все вот так вот живого места нет очень долго на самом деле мы думали планировали с инженерами вместе как эти все короба туда уместить но тем не менее это получалось а фишка заключается вот в чем нету решеток которые обычно вы видите в потолке бывают либо круглые либо металлические встраивают так вот здесь вы их не видите в этом и заключается фишка нюанс красота и вот из этих мелочей строится на самом деле весь дизайн смотрите на этот карниз этот карниз мы построили из 3d панелей орех декор и вырезали отверстие обратите внимание это вручную прям выпиливали и к ним подходит воздуховод слева и справа вытяжка то есть соответственно здесь у нас воздух поступает а там воздух затягивается обратно почему я на это показываю потому что это и есть та аккуратность которая важна важна в любом дизайне то есть вот внимание к мелочам и в данном случае то есть у нас сделана не просто вентиляция она еще и интегрирована внутрь потолка и замаскирована вот этим декоративным объемным молдингом кстати говоря вот этот вот объемный рисунок мы использовали для подложки для картин тоже очень красиво смотрится объемно и они вместе увязываются в единое целое вот этого тоже очень интересное решение трудоемкая долгое нужно было голову поломать но тем не менее все получилось и сейчас выглядит просто очень классно идеально еще одна фишка это отсутствие радиаторов но не совсем на самом деле они есть это напольный конвектор тот кто делал ремонт собирается делать ремонт вы столкнетесь с неизбежностью радиаторы под окнами а что делать когда окна в пол или вы хотите расширить балконный проем куда девать радиатор на стену справа на стену слева непонятно в любом случае он будет сразу на виду и испортит внешний вид так вот здесь внутри напольные конвекторы обратите внимание плюс к этому они покрашены в цвет пола мы специально подбирали краску отвозили эти решетки в специальную покрасочную камеру для того чтобы сделать так чтобы сам вот этот радиатор и решетка не выделялись не выбивались за счет цвета вот тоже интересное решение то есть у нас это сделано заподлицо с полом нету никаких радиаторов и плюс ко всему чтобы сделать максимально незаметно мы еще и выкрасили в цвет пола решеточку это тоже я считаю очень классное решение вот такая вот фишечка но самое ценное в этой квартире друзья это идея которая заложена в основу всего дизайна эта квартира 150 квадратных метров находится в жилом комплексе кандинский и прекрасно она тем что делалась для двоих людей и делалась она для кайфа ну то есть с кайфом так сказать проводить время приглашать гостей друзей проводить какие-то светские рауты хвастаться возможно кому-то и когда оказалось что эта квартира для неких встреч для приятного времяпрепровождения то начали в голове рождаться определенные образы которые в итоге привели к модному дому диор но вот так вот случилось а потом еще объясню почему заказчики просили еще в эту квартиру перенести много картин из старой квартиры и другие некоторые объекты искусства это небольшие статуэточки как правило поначалу я подумал что этих картин немного но когда съездил и посмотрел оказалось что их прямо огромное количество и это натолкнуло на следующую мысль мы решили что эта квартира будет называться квартира коллекционера а такое место некого сбора для предметов искусства и это могут быть не только картины но и какие-то статуэтки это какая-то скульптура может быть это может быть какая-то необычная мебель которая является сама по себе неким арт-объектом далее мысль начала развиваться и мы предложили сделать на тему dior я квартиру на тему dior почему потому что dior про творчество я узнавал про самого dior а то есть в какой-то момент они сдружились ну как сдружились с арно этот человек который про бизнес который вкладывал деньги и в какой-то момент модный дом dior решил вкладывать деньги в искусство то есть у них есть галереи они дружат с современными художниками и вот у нас как-то все сложилось квартира коллекционера dior который дружит с коллекционерами дружит с современными художниками и мы решили и что это будет наша идея квартира коллекционера и делаем мы ее на тему dior который любит художников он их поддерживает он устраивает различные конкурсы например один из таких конкурсов и идея dior заключалась в том что они выдали всем свою знаменитую сумку и сказали художникам делайте с ней все что хотите и вот кто-то ее из полиэтилена начал делать кто-то эту сумку начал рвать взрывать кто во что гораздо соответственно получилось такое некое новое прочтение какой-то старой классической вещи вот и мы решили что у нас будет новое прочтение для этой квартиры и отталкиваясь от этой идеи у нас все закрутилось и начало так сказать получаться во первых dior это франция это про париж в то время париж это был центром моды и мы решили сделать из этой квартиры своеобразный центр моды но для этого нужно сделать хорошую основу так сказать фон на который мы будем накладывать уже все что нам необходимо все наше искусство а какой может быть фон во франции но конечно же это специфический пол с таким дворцовым рисунком а это щитовой паркет кстати надо сказать нашего отечественного производства и не сказать что он сильно дорогой мы сами удивились когда его нашли делали много выкрасов добились нужного цвета нужного оттенка и сейчас вы его здесь видите выглядит он просто великолепно на стенах это конечно же классические молдинги знаете такие аля французские апартаменты но их немного они не давят они не нагружают но создают необходимую атмосферу необходимую нотку и тот самый фон который для нас явился основой и вот в этой созданной нами оболочки начали появляться различные интересные предметы арт-объекты каждый несет какую-то функцию несмотря на то что он выглядит самобытно и интересно по дизайнерски по художественному как-то некоторую мебель мы переделали например и сделали из нее арт-объект некоторую мы придумали сами как например вот эти вот колонны вроде бы колонна она ну что колонна колонна она классическая но здесь это не то есть по функции это классическая колонна а по содержанию это получился какой-то ну набор каких-то конфет или бусы то есть вот такое новое прочтение колонна на мой взгляд это очень интересно хотя идея конечно не нова но вписалась замечательно в наш интерьер это прекрасный комод в виде такого круга на самом деле это озеро тоже наши российские дизайнеры то есть мы его здесь поставили не просто как необходимую мебель в которой что-то хранить для нас было очень важно поставить это как некий арт-объект центр притяжения внимания так оно и получилось это прекрасный диван на тулцы такой необычной формы к нему журнальные столики затем набор мультимедиа которая наверное в каждой квартире присутствует это огромный телевизор который притащили со старой квартиры никуда от него было не деться и здесь он появился вот с этими огромными колонками нам надо было как-то их прятать соответственно мы придумали такую штуку что подставили такую картину под этот телевизор и в итоге получилось так что телевизор превратился в часть композиции на заднике которой вот эта самая картина а телевизор как будто выходит из нее таким образом мы его немножечко замаскировали диор это с одной стороны классика с другой стороны экстравагантность с другой стороны это броскость и если мы начнем свое путешествие с прихожей в этой квартиры то мы увидим что мы попали в такую золотую коробочку с огромным количеством зеркал с интересной подсветкой с пестрым полом и это уже будоражит внимание особенно интересная подсветка которая на полу но проходя дальше мы попадаем в классический интерьер казалось бы но на самом деле это не совсем так то есть не совсем классический то есть стены вроде бы да вроде бы есть молдинги но тут же нам встречается первый арт-объект это вот этот комод который называется светлояр с интересной историей которые сделали наши российские дизайнеры дальше когда мы проходим в общее пространство то попадаем в кухню-гостиную и не сразу понимаем что на самом деле то это кухня но нам кажется что это какой-то очередной арт-объект что это опять там эти диоровцы похулиганили что-то тут такое поставили но это кухня это кухонный остров если посмотреть на вот этот вот шкаф комод в таком современном минималистичном стиле то мы в рисунке который на нем угадаем силуэты манекенщиц вы их увидите там даже можно различить какие-то ноги там платья это и есть подиум на котором прекрасные дамы ходят демонстрируют наряды вот эти замечательные ручки которые тоже отсылают нас вот к фэшн почему еще фэшн потому что хозяйка квартиры любит такие нарядные брендовые вещи ну конечно как мы все к ним тяготеем нам они все интересны то есть мы все следим за моды всегда с интересом наблюдаем когда по подиуму ходят новые коллекции поэтому здесь вот это все в разных местах появляется раз у нас квартира коллекционера мы обязательно должны были найти специальные места где развесить картины а это было очень важно и решение получилось следующим а если вы обратите внимание на конфигурацию этого пространства этой кухни-гостиной то вы заметите что она не ровной формы но странной формы надо сказать что классические интерьеры всегда правильные прямоугольные или квадратные формы здесь есть выступы которые очень сильно раздражали ломали пространство не давали в нем правильно расположить мебель чтобы это смотрелось уравновешенно и гармонично мы их скрыли цветом выкрасили специально в темный цвет и вот эти вот места с одной стороны скрыли с другой стороны как бы превратились в такие ну если можно так сказать подиумы получилось что они немножко такие театральные с одной стороны это обеденный стол с другой стороны стоят пара ярких красных кресел которые и дают вот эту самую театральность а этот темный цвет мы использовали как прекрасный фон под классические картины еще была такая мысль как же вписывать классические картины в современный интерьер и вот решение появилось само собой интересный рифленый фон кстати про этот рифленый фон я уже говорил это 3d панели это полиуретан его же мы использовали на карниз вот сюда вот и такой карниз получился таким богатым жирным картины классические в классических золоченых рамах и эти золоченые рамы оказалось что прекрасно смотрятся на темном почти черном свете великолепно выглядят а это выглядит как галерея каждая картина как ценность хочется подходить их рассматривать и все это находится в современном прочтение в современном интерьере и как нам кажется это очень интересно в этой квартире у нас идея была в том числе удивлять удивлять гостей поэтому наш гостевой санузел сделан в таком немножко футуристическом стиле а точнее он полностью белый стены белый потолок белый плюс к этому унитаз с пультом управления можно дистанционно открыть крышку закрыть крышку смыть там провентилировать в общем это тоже все очень интересно но при этом пул выполнен из интересной такой мозаики на первый взгляд она ничем не примечательная но когда рассматриваешь поближе и вообще начинаешь ее рассматривать то виден очень интересный узор который тебя прямо завораживает и ты начинаешь его рассматривать и видишь интересный рисунок и это тоже является фишка то есть мы получается не просто сходили в туалет как полагается а получили эстетическое наслаждение надо сказать что это пространство еще создавалась с той целью чтобы хозяева могли переключиться чтобы они могли переключить свои мысли но знаете когда вы уезжаете в отпуск в какой-то интересный отель попадаете в новое место и все ощущение я отдыхаю я в другом мире здесь все хорошо все спокойно я на отдыхе вот такую цель мы преследовали чтобы вот это вот переключение случалось и мне кажется что она здесь в полной мере удалось раньше здесь было две комнаты перегородка посередине которую мы снесли и сделали одно большое пространство для этой спальни удалось поставить огромную кровать с большим изголовьем которая как бы тебя обнимает здесь же из этой спальни есть выход в гардеробную комнату прекрасную уютную выполненную из натурального дерева и кстати в гардеробной нам удалось еще разместить пару картин которых мы не знали куда деть но настолько удачно подобран цвет стен что великолепно вписались две картины сейчас они здесь живут радуют хозяев и прекрасно смотрится также здесь есть вход в свою собственную душевую кабину и это принадлежит только хозяевам этой квартиры это и называется мастер-спальня классная фишка которую удалось здесь применить это стеклянная стена которая между спальней и душевой кабиной и когда надо мы можем ее сделать прозрачной когда надо матовой мало ли кто-то застеснялся там эта технология называется смарт стекло достаточно нажать на кнопочку внутри стекла павала поворачиваются кристаллы делают стену абсолютно матовой ну или наоборот прозрачной также здесь есть каминная зона то есть можно прекрасно посидеть вечером в этом великолепном кресле выпить бокальчик вина и в общем просто покайфовать если обратите внимание то здесь нету валяющихся каких-то вещей они все спрятаны в гардеробе предполагается что они там будут жить это говорит о том что продуманы все места хранения это очень важно когда вы проектируете любое пространство большое маленькое особенно когда маленькая чем лучше продуманные места хранения тем дольше у вас будет сохраняться тот дизайн который вы запланировали если этого не сделать то все будет захламляться вещами обратите внимание на очень интересную стену которая за изголовьем самой кровати это объемная стена это стена которая повторяет стену здания по-моему в майами штаб-квартира dior и это такой реверанс вот этой современной архитектуре которые dior привносит не только в одежду но и в искусство но и в архитектуру но и в интерьеры а если вы посмотрите на потолок то вы без труда узнаете знаменитую строчку фирменной сумки dior посмотрите здесь мы ее полностью сымитировали она у нас на потолке вот такой объемный рисунок который дает невероятно богатый орнамент в него же мы встроили светильники посмотрите если выключить этот свет то они становятся абсолютно незаметными потому что это гипсовые светильники которые утапливаются в потолок и просто идеально вписались в этот рисунок под этот же рисунок подобрана вот это вот интересная люстра которая висит над камином она как бы его имитирует этот же рисунок отдаленно напоминает вот этот вот ковер и орнамент на этом ковре то есть все так вот незатейливо перекликается друг с другом современная живопись в классической раме которую вы здесь наблюдаете это тоже реверанс к стремлению dior совместить вот традиции с чем-то современным абсолютно классическая рама я бы даже сказал даже где-то наверное к это барочная ну наверное тот кто разбирается больше в искусстве меня поправит напишет в комментариях как правильно ее назвать отделка стены и переходит из комнаты в душевую комнату это мрамор на стене на фоне этого мрамора сделан портал камина из бордового мрамора то есть это тоже все делалось вручную по эскизам которые готовили мы но я хотел обратить внимание на сколько вот вот этот шерсть и обивка на этих креслах подчеркивает мягкость тепло и уют вот внутри этой спальной комнаты и это очень здорово друзья я буду очень рад вашим комментариям пожалуйста пишите что вы думаете по этому поводу как вам интерьер как вам фишки на самом деле показал далеко не все иначе ролик получился бы просто мега длинным но мне показалось что я сумел донести главную мысль сделать достаточно полноценный обзор чтобы вы смогли насладиться этой красотой и необычным дизайном он не похож вообще в принципе на что-либо что вы видите по крайней мере мы к этому стремились поэтому жду ваших комментариев ну и конечно же ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал буду вас с удовольствием ждать продолжать снимать для вас видео и возможно еще какие-то видео в этом интерьере вас в будущем будут ожидать если вы того захотите но на этом все всем пока да прибудет с вами муза а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok